Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Девушка получила многочисленные травмы, но жизни они не угрожают. В Барнауле автомобиль врезался в остановку. Неожиданное решение. Суд запретил мэрии переселять людей из аварийного в маневренное жилье. 12 миллионов вместо 18. Почему в этом году в рамках благотворительного марафона помогать детям стали менее активно? Сегодня в центре Барнаула водитель легковушки врезался в остановку, где в тот момент были люди. Пострадала 22-летняя девушка, она госпитализирована. Авария произошла на пересечении Ленина-Чкалова. Подробности у Ирины Корчагиной. Это тот случай, когда всем повезло хотя бы остаться в живых. Ниссан, за рулем которого был 21-летний водитель, врезался в остановку медуниверситета. В этот момент там, как всегда, было многолюдно. Парень утверждает, что успел пролететь на желтый, но другой участник аварии, 60-летний мужчина на Тойоте, уверен, что молодой человек летел на красный. На красный. Просто вылетел? Да, вылетел. Ну, разберутся люди, там же, я не знаю. Ну, молодой парень, просто на желтый летел еще. Вот как бы это ни случало, но эту аварию так и хочется сравнить со страйком в боулинге. Сначала Ниссан и Тойота сталкиваются на этом перекрестке. Ниссан отлетает на остановку, сбивает там девушку, затем сшибает рекламный щит и в итоге еще и врезается в две машины. Ниссан отбросила на остановочную площадку, где он допустил наезд на девушку 22 лет, которая сейчас доставлена в горбольницу с травмами, госпитализирована. Она не могла встать, она, получается, лежала, не могла пошевелить правой рукой, вроде левой уже не помню. Была кровь, но не сильно. Не из головы? Не из головы. Было, видно, что на носу. В Минздраве нам сообщили, что многочисленные травмы не угрожают жизни девушки. Кстати, сотрудники ГИБДД даже предварительно не стали озвучивать, кто виновен в аварии. Следователям предстоит провести экспертизу, изучить кадры с камер видеонаблюдения. Ну а пострадавшей девушке, которую среди белого дня сбили на остановке, придется запастись терпением. Ведь после лечения ей предстоит не один поход в суд. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Кстати, Барнаульский суд запретил мэрии переселять людей из аварийного дома в маневренный фонд. Неожиданное решение, тем не менее, оно имеет под собой законные основания. Люди, кстати, рады. Правда, как им переехать в нормальное жилье, по-прежнему непонятно. Анастасия Дороган продолжит. Если оторвать штукатурку, то там прям дыры. В квартирах, понимаете, когда руку прикладываешь, прям чувствуется, что воздух холодный идет. За 40 лет Галина Горбаченко изучила каждую трещинку и трещину дома. Аварийный он уже 7 лет, но под снос не идет. Здесь все еще живут три семьи. Квартира Галины промерзает, ее продувают через щели. А вот у Ирины Чеплыгиной, считай, элитное жилье. Самая теплая квартира во всем доме. Она первая после теплового ввода. Обвалилась штукатурка здесь, капала, бежала вода. И обвалилась здесь. Жильцы перестают следить за домом. А управляющая компания сделала это еще после получения статуса аварийное здание. Нынешней осенью появилась надежда на нормальную жизнь. Мэрия объявила переезд в маневренный фонд. Жильцы пошли судиться. Это противоречит жилкодексу, ведь дом подлежит сносу. Смотрите, отсюда у них есть еще вероятность нормально переехать в нормальное жилье. Заселятся в маневренный фонд. Потом просто могут перестать квартиры. Будут вяло работать, в вяло текущем режиме. Якобы искать квартиры в комитет по ЖКХ. А на самом деле ничего происходить не будет. И люди будут жить годами. Из того аварийного дома людей переселили в другой, пока официально не признанный аварийный дом. Это здание бывшей городской детской больницы. Ее расформировали из-за сырости и разрушений в 1998 году. Сейчас это маневренный фонд. В ухоженном, в кавычках, здании 19 квартир. Для всех жилье здесь временное. Где полы покрасываю, окна, батарею. Все вот это. Далее тоже такая комната нежилая была. Ждем три года. Они три, в 2013 году у нас уже узаконили дом под снос. Уже пять лет. И все не сносят. Вера Орлова не скрывает. Ей здесь лучше, чем в аварийном доме. А между тем гниющие полы стены устраивают не всех. И главная претензия, что собственник дома, мэрия, не следит за имуществом. Входная дверь не закрывается. И здесь ночуют бомжи. На плохое состояние жалуются и жильцы маневренного фонда в колхозном переулке 32 по улице Карагандинская 1. Такие условия не устроили жильцов Первозападной. Одна семья суд уже выиграла. Сюда ее не переселят. 10 декабря у Веренберг победа будет и за второй семьей. Тогда можно будет направлять властям встречные иски о предоставлении все-таки равноценного жилища. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком. В мэрии пояснили, что прошедшие аукционы на приобретение нового жилья для семей из аварийного дома были отменены, хотя стоимость была заявлена среднерыночная. Но эту работу продолжат, заверили чиновники. К примеру, за прошедший год расселили 10 аналогичных домов. А пока в администрации не понимают, что заставляет людей оставаться в ветхом здании. В случае непонимания жителями механизмов действия современного законодательства, вот в случае расселения аварийного дома, они почему-то считают, что можно как-то обойти процедуры, определенные 44-м федеральным законом по закупке для них нового жилья. Администрация города, как я уже сказал, неоднократно жителям предлагала компромиссные варианты и по маневренному фонду, и по аренде жилья, но вот слышать не хотят. Дома такого качества могут строить разве что в Сочи, так прокомментировала представитель краевой комиссии жилье многострадального Демидов парка. В проектировании системы отопления много нарушений. Температура в некоторых квартирах, где уже живут люди, не поднимается выше 8 градусов. Спасают лишь обогреватели. Что теперь делать дважды обманутым дольщикам, узнавала Валентина Аскерова. Лично себе, где я бы жил, такую батарею бы не поставил. Почему? Ну, у меня дома везде алюминиевые стоят. Я дома хожу, как бы, ну, раздетый, догола, скажем так. Здесь не сможете, да? Ну, если тут жить, жратву готовить там, тоси-боси, возможно, тут и четвертак будет. До четвертака пока далеко. Но Вячеславу еще везет. В его квартире курорт плюс 18. Правда, обживаться мужчина не спешит. Мечтает продать квартиру. А вот в соседнем подъезде есть новоселы. Правда, отметить праздник не успели. Пока стараются просто выжить. Температура в их квартирах всего 8-10 градусов. С по тремя одеялами вот спим. Вот покрывало. У меня ребенок, он приходит, он из-под одеяла вообще не вылазит. Спасают обогреватели, но бьют по кошельку. Только за электроэнергию Ольге придется заплатить почти 4 тысячи рублей. А еще тысячу сверх за отопление, которого практически нет. Ожидали такого, когда заезжали? Нет. Сказали, что будет все хорошо, что вот эти батареи будут вообще отапливать, что тепло будет. Ну, что мы не ждали такого. Такому сюрпризу не рад и Александр. Его квартира на седьмом этаже вообще непригодна для проживания. Там настолько холодно, что куртку снимать не хочется. Всего плюс 5. Масло в огонь подлило недавнее ЧП. Трубы в его квартире не выдержали морозов. Вода в них превратилась в лед. Ну вот видим, что это вот отогревали. Вот как раз заморожено было, горелка грели. После инцидента батареи рухнули на пол. Теперь это всего лишь бутафория. А вот счет за отопление реальный. 900 рублей. Это за 17 квадратов. Я живу в Барнауле. 35 квадратов у меня там. 1200, по-моему, там затопление за ноябрь. Ну там, я, извините, могу снять куртку и снять шапку. Каким образом дом вообще был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года? То есть, кто подписал, на каком основании? И понесет ли этот человек сейчас какую-то ответственность? За чей счет будут устраняться эти недостатки? Потому что, ну, нам платить нечем. На прошлой неделе элитную новостройку осматривала краевая комиссия. Они обследовали дом. Вывод – жилье спроектировано с ошибками и плохо утеплено. Да и вообще не имеет ничего общего с сибирскими морозами. Подходит лишь для Сочи. Сейчас специальная комиссия выясняет причины низких температур в Демитов парке. Осмотр жилых помещений дома продолжается. Специалистами намечен ряд мероприятий для выявления и устранения причин промерзания квартир. Выполняются работы по регулировке системы теплоснабжения многоквартирного дома. А пока работает комиссия, владельцы квартир стараются продать проблемное жилье. Интернет буквально пестрит объявлениями. Правда, собственники умалчивают, что в доме холодно и ценник за коммуналку зашкаливает. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. На другим темам перспективы развития малых народов севера, Дальнего Востока и Сибири обсуждали сегодня в Барнауле эксперт во главе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. В классическом вузе говорили о многообразии таких небольших этносов, подчеркивая значимость каждого представителя. Сегодня представитель ассоциации вершевских народов выступал 12 тысяч. То есть посчитать можно по людям в принципе. Но это же народ, это же история, это же еще раз говорю, культура, традиции, обычаи. Это исторические сложившиеся территории, где эти люди проживали и проживали до сих пор. Кстати, на Алтае живет одна малая народность – кумандинцы. По данным 2002 года, их на нашей территории чуть больше полутора тысяч человек. И живут они в Бийске, Красногорске, Салтоне. Сохранить кумандинцев и их культуру – задача краевого уровня. Для поддержки малых народностей, подчеркнул губернатор Виктор Томенко, на Алтае действует комплекс субсидий, направленных на сохранение языков, ремесел и обычаев. А еще важно, чтобы уникальные языки малых народностей знали в научной среде. Тогда, возможно, решится проблема создания учебников и обучающих программ, подчеркнул Сергей Миняйло. В Барнауле в десятый раз прошел самый полезный марафон «Поддержим ребенка». На юбилейной встрече те, кто помогает, познакомились с детьми, которым нужна помощь – больным, ДЦП, сахарным диабетом, целиакии и другим. Почему в этом году денег на помощь детям собрали ощутимо меньше, разбиралась Дарья Эйдемилер. Мы вам рады! Добро пожаловать! Так встречают всех гостей благотворительного марафона. В этом году встреча юбилейная. Акции «Поддержим ребенка» 10 лет. За это время детский фонд помог почти 10 тысячам детей. В их числе барнаульская второклассница Милана. Хочется побыстрее вылечиться от диабета, конечно, быстрее, чтобы в школе нормально есть, не брать с собой контейнер, портфель, чтобы не был тяжелый. У Миланы сахарный диабет. Детский фонд уже помогал ей. Выделяли деньги на поездки и препараты. А в этом году купили долгожданную инсулиновую помпу. В семье Миланы о ней мечтали почти три года. Помпа, она, как говорят, как искусственная поджелудочная железа, которая у ребенка перестала работать. И поэтому она позволит жить как более нормальная, здоровая. Таких же мальчишек и девчонок, как Милана с диагнозом сахарный диабет, в крае более 150 человек. За последний месяц удалось помочь шестерым из них. В целом за год работы марафона помощь получили 500 детей. Собрали почти 12 миллионов рублей. Казалось бы, немало, но в сравнении с прошлым годом сумма снизилась значительно. На 6 миллионов. У нас была иркутская трагедия, очень серьезная. И жители Алтайского края на нее очень активно отреагировали. Были хорошие поступления. То есть нам удалось поддержать все берегов. Возможно, связано с этим. Но я не думаю, что люди стали черствее или менее трогают их судьбы детей. Напомним, что благотворительный марафон «Поддержим ребенка» появился в крае в 2009 году. По инициативе экс-губернатора Александра Карлина. В лучшие времена благодаря акции на помощь детям удавалось собрать более 20 миллионов за год. Теперь событие потеряло губернаторский статус. Именно с этим эксперты связывают уменьшение собранных сумм. Но преданные благотворители остались. Вообще с Российским детским фондом мы сотрудничаем уже 7 лет. Ну и постоянно участвуем в акции «Поддержим ребенка» на протяжении всего этого периода. Ну, всего за весь период нашего сотрудничества с Российским детским фондом мы перечислили миллион 830 тысяч рублей. А в рамках акции «Поддержим ребенка» чуть больше миллионов. В собранную помощь направляют детям с ДЦП, диабетом, целиакии, глухотой и муковисцидозом. Кстати, итоговая сумма этого года может измениться. У меценатов есть еще целый месяц. Дорида Миллер, Андрей Печеркин. День с толком. Не палатка с шаурмой, а живопись, фотография, дизайн одежды. Именно творчество становится сейчас перспективным для инвестирования и развития бизнеса. Предприниматели, представители власти, те, кто хочет получить от вдохновения копеечку, собрались вместе, обсудили перспективы и поделились опытом. Вчера начала делать шкатулки, сегодня открыла ИП. Подобные истории здесь могут рассказать многие. Конференция «Алтай. Земля. Возможности» собрала представителей бизнеса, творчества и власти. Один из главных вопросов встречи – где грань между хобби и бизнесом и как ее поскорее перейти. Мы сегодня будем говорить, что наше творчество – это наш бизнес. И, безусловно, без государственной поддержки невозможно вообще просто вот это понятие. Подобные слеты еще никто не проводил, потому что ремесленники, безусловно, проходят, выставки очень много. Но вот такой открытый диалог еще никто не создавал. Мы попробуем. Хотим, чтобы эта конференция стала у нас таким популярным событием и ежегодным. И успешные бизнесмены, и начинающие встретились на территории фонда развития малого и среднего предпринимательства. Здесь давно помогают делать первые шаги в своем деле. А сегодня объяснили – творчество – это перспективная ниша для бизнеса. Потому что сегодня все дороги ведут в кастомизацию. Кастомизация – это подразумевает индивидуальный подход к потребностям клиента. В интернете бизнеса, в любых форматах много. И каждый он заточен как раз под индивидуальный спрос. Мне захотелось сделать брошь немыслимой красоты по моему эскизу. Я ее могу заказать без проблем. Мне ее через два дня привезут в любом исполнении. Я только заплатил. И это будет уже не ширпотреб. Это будет эксклюзив. А площадка для реализации эксклюзива – соцсети. И тому, кто хочет монетизировать творчество, уже не нужно открывать лавку. Достаточно создать конкурентный продукт. А задача таких конференций, как говорят организаторы, дать стимул. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком. Спонсор прогноза погоды – компания «Валар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи в эфире.